В эфире телекомпании «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Высший антикоррупционный суд назначил денежные залоги двум подчиненным Геннадия Труханова в деле о незаконных операциях с городской землей. Дело по строительству на улице Решильевска рассматривает 5-й апелляционный административный суд. Участники процесса всячески тормозят его проведение. Лидер по количеству обрушений карнизов, балконов и фасадов – известная и легендарная улица Пушкинская. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 456 одесситов. В целом, с начала эпидемии на 14 октября 2021 года. В Одессе регистрированы 77 597 случаев заболевания. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 240 пациентов с коронавирусом. Из них 37 человек в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 203 пациента. Из них 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки зарегистрированы 32 новых случая COVID-19 у детей, 19 девочек и 13 мальчиков. Выздоровели 584 жители Одессы. Продолжают болеть 8 367 одесситов. По случаю Дня защитников и защитниц Украины, который ежегодно отмечается 14 октября, в Одессе состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тараса Шевченко. Участие в которой приняли ветераны АТО, руководители города и области, городских районных администраций, депутаты, представители различных родов, войск Вооруженных сил Украины, ведомственных и силовых структур и общественность. Приветствую одесситов и жителей области с праздником. Сергей Гриневецкий, председатель Одесской областной государственной администрации, отметил, что история Дня защитников и защитниц берет свои корни еще из знаменитых казацких традиций. И не случайно совпадает с Днем Украинского казачества. Одесская область занимает особое место в обороноспособности государства, ведь в нашем регионе расположены почти все роды войск и полная инфраструктура сил обеспечения. Губернатор отметил сегодня день тех, кто отдает свои силы, мужество и профессионализм делу защиты нашего государства, кто ежедневно выполняет важные и ответственные задачи, направленные на защиту нашей страны, способствует укреплению национальной безопасности. Это свято мает традиции. Традиции идут из украинского казакства. И я уверен, что указ, который был предписан президентом Северенским, самым додали не только защитников, а и защитниц Украины. Он мобилизирует всю нацию именно для того, чтобы защищать, 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 защищать нашу государство. 30 вересня на заседанні Конгресу місцевих и региональных клаб Верховный главнокомандующий президент Украины Володимир Зеленский дав окремое доручение по облаштованию Одесского региона и безопасные вопросы были поставлены первой очереди. С понедельника, 18 октября, школы Одессы будут работать в дистанционном режиме. А уже 25 октября дети уйдут на осенние каникулы. Отметим. Министерство образования рекомендовало школам города перенести начало осенних каникул на неделю раньше – с 25 октября на 18-е, в связи с большим количеством болеющих школьников. Однако в Одессе решили оставить каникулы по плану, а с 18 октября выйти на дистанционное обучение. Как сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Быневич, мы отказались от такой идеи, ведь у людей есть планы, заказанные путевки, поэтому решено было отправить всех на удаленку. Причина перехода на дистанционку, как и переноса каникул, на более раннее время – быстрый рост в Украине заболеваемости коронавирусом. В дальнейшем ситуация может развиваться по двум сценариям. Если Одесса попадает в красную зону карантина, работать очно смогут только те школы, где двумя дозами вакцинированы 100% персонала. В противном случае обучение продолжат в дистанционном режиме. Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум подчиненным Геннадия Труханова в деле о незаконных операциях с городской землей. Вместо содержания под стражей они внесут денежные залоги. Бывший председатель Депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета Василий Шкребай должен внести более 8 миллионов гривен за возможность ждать решения суда у себя дома. Директор юридического департамента мэрии Инна Поповская очевидно считается более важным фигурантом дела. Ей назначили залог в 26 миллионов гривен. Обвиняемые обязаны по первому требованию приезжать на допросы и воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу. Им запрещено уезжать из Одессы без разрешения и предписано сдать заграничные паспорта. Ранее на заседании суда специализированная антикоррупционная прокуратура представила данные о незаконном обогащении фигурантов дела. В суть черную бухгалтерию вела бывшая помощница городского головы Алена Попова. При обыске у нее изъяли флешку с отчетностью. Председатель земельной комиссии Олег Брэндак получил два вознаграждения в 50 и 100 тысяч долларов. Глава юридического департамента Инна Поповская 125 и 80 тысяч гривен. Последнюю сумму оформили как доплату к зарплате. Доплаты поступали отдельно за каждое выделение земли под застройку. Геннадий Труханов утверждает, что не имел отношения к отводу земли, поскольку формально этим занимаются профильные департаменты, земельная комиссия, а утверждает сессия городского совета. Тем не менее суд назначил ему наибольший залог среди всех – 30 миллионов гривен. Прокуратура требовала 120. Но даже в уменьшенном виде размер залога говорит о главной роли городского головы в действии группы обвиняемых. Дело по скандальному строительству на месте типографии Ефима Фисенко и театра Эшелье рассматривает суд. Слушание начато, но фактически ничего не происходит. Участники процесса с двух сторон тормозят его проведение. Пятый апелляционный административный суд рассматривает жалобы Министерства культуры и информационной политики Департамента культуры, религии и охраны объекта культурного наследия Одесской областной государственной администрации на решение Одесского окружного административного суда. Первая инстанция по иску компании-застройщика Одесса-Сити отменила два запрета на проведение работ в историческом ареале города. В заседании участвовали представители Министерства культуры, информационной политики и третьей стороны – компания Мартен Групп. Департамент культуры Одесской областной государственной администрации Зазначено, что работники направлены к обедряжению. Что касается товариства, то также направлено вопрос о выкладывании разговора в связи с тем, что представитель заболел COVID-19. Какие доказы даны результаты теста и все. Суд признал причины отсутствия участников процесса неудовлетворительными. Областная государственная администрация является субъектом владельцев повновлений за обеспечением судового заседания. Участь в судовом заседании, вернее, есть правом, но там есть целый департамент юридический и за обеспечением явку – это их обязательство. Поэтому желание принимать или не принимать участие все покладается на их сторону. Что касается представителей товариства судового заседания, по-перше, он является адвокатом. Анализы, что до заболевания на COVID-19 у нас до тижневой давнины, что сейчас с этим представителем нам не зрозуміло и неведомо. Жодных доказов с этим приводом до суду не надано. Кроме того, вважаю, что гражданский интерес щодо цієї справи на явности ухвала суду щодо забезпечения позову шляхом зупинения действий и решений и, насколько мы понимаем, что продолжается действовать будильник на данном объекте. Судовая коллегия вважает, что необходимо продолжить судовый разряд справи. Представитель компании «Мартин Групп», выступающий на стороне застройщика «Одесса-сити», ходатайствовал о переносе заседания. Думка представника Министерства культури щодо можливості відкладиня? Мы заберемо, вважаем, что ее затягивающее справа могла дать мне свою позицию до розвитку в третях местах. Судовая коллегия, уколи его відновите задоволені данного клопотання. Вважаю, что это действительно продолжение с боку представника адвоката. Дорогу Наталью Александровне своими правами, вважаю, что это уже обовязком юридичной особи. Заздали ей заключать договор и вкладывать другую угоду с метою захиста своих прав в судовом заседании. Заседание считается состоявшимся. На деле никаких сдвигов, по сути, нет. Позиция застройщика понятна. Ему выгодно затягивать процесс. Поведение чиновников областной администрации вызывает подозрения. Видимо, они планировали тянуть время, ну вот таким способом. Неявкой, откладыванием, ссылкой на объективные обстоятельства, там на ковид, на командировку. Но в результате имитацией занялся и суд. Да, вот суд сегодня имитировал проведение судебного заседания по закону, как положено. Какие-то ничего не значащие вопросы, какие-то там апелляции к присутствию или отсутствию общественности, к знаниям ситуации адвоката и потом перенос заседания. Тоже без особой мотивировки. Единственный депутат городского совета, кто решается выступать против уничтожения памятников, кандидат юридических наук Ольга Квесницкая. Однозначно хочу зазначити, що йде затягування цього судового процесу, тому що суд відправ розгляд справи на 3 листопада, а сьогодні ви бачите у нас 12, і це не є нормально, тому що кожен день дуже важливий для громади Одеси. Чому він важливий? Тому що йдуть роботи. Тому привіт міністерству, привіт правоохоронним органам, привіт слідчим, які до сьогоднішнього дня разом з прокуратурою, що не наклали ареш на земельну ділянку. Верховний суд рассматриває заявлений об обеспеченні іска по данному делу, т.е. о приостановлении робот. Видимо, одеські судьи ждуть його решення, щоб вынесли своє. А роботи продовжуються. Улиця Пушкинская появилась на карте 200 років тому. Она считається одним із лучших градостроительних комплексів Одесси. І це при тому, що кожне здання на вулиці нуждається в капітальному ремонті чи реставрації. Лідер по количеству обрушений карнизів, балконов і фасадів. Як ви вже поняли, сьогодні поговоримо об вулиці Пушкина. Вона була нанесена на карту города в 1827 році. Ізначально вона мала названня «Итальянська», а в 1823 році в Одесу приїхав Александр Сергійович Пушкин. Вони поселіться в одному із самых известних домів, який був построений двома годами ранее на тоді ще «Итальянська» уліце. Це дом Сикарда. В ньому знаходиться отель «Дю Норт», де поєт пробыл около місяця. Там були комунаты для приїжих, а також каретний сараї с конюшнями. После этого спустя несколько лет уліцу переименовали в честь легендарного писателя. Це названня уліця носить до сих пор, однака види вже не те. Пушкинская утратила свою красоту. Не секрет, що ми воспринимаємо атмосферу міста, до рассматриває не определенне здання, а всю архітектурну застройку. І, к сожалению, данная улица – одна із лідируючих по количеству обрушений. Пушкинская стала одной із тех улиц, де стоять полуразрушенні доми, до которых никому не дело. Скільки вони ще простоят, остається гадати. Горожане отмечають, що гулять вдоль исторических зданий небезопасно. Дякую за перегляд. Та дуже страшно, максимально страшно. В цьому цих зданий є хазів, які, також жеки, под кем вони там стоять, які також могли приложити усилия, і це понемножку все зробили. Так, плачевно, так, ужасно, так, небезопасно. Ну, якщо у нас нет денег на отопление, так як хвати денег, щоб в такому состоянию посодержати здання. Поэтому наше государство должно более, ну, как бы, относиться к людям, да вообще к людям, ну, с вниманием и уважением. А к нам относятся, знаете, как непонятно к кому. Даже туристы, приїжджая к нам в город, отмечают, что архитектура у нас очень красивая, однако ей не хватает должного ухода. Вся эта историческая красота разрушается на глазах. Мы вообще приїжджемо, очень наслаждаемся из дурова, и у вас очень красиво. Архитектура, конечно, не мешала тут порядок немножко привести. Очень даже не мешала. Ну, конечно, и дороги, чтобы ноги не подворачивались, а так в целом все у нас красиво. Архитектура очень красива. Мы только что об этом говорили. Вон, девушка з Польши приехала, говорит, не, типа, я думала, у меня тут красивый город, вернулась, и думаю, что это такое. Ну, страшно, действительно. Ну, мы так идем, стараемся идти подальше. Мы местные, мы из Днепропетровска приехали сюда на один день просто погулять. Просто погулять на выхожжение. Пока архитектура города классная. Красиво, да, но не поддержано. Дома в таком ужасном состоянии, но все-таки, если бы от них занялись наши власти, я думаю, было бы еще лучше. Как раз пять минут назад говорила, что дома в таком состоянии старом очень, как будто у них никто не живет. А на самом деле они жилые, и там люди живут. Я очень удивляюсь, так как это получается. Если отреставрировать одно здание, но при этом дать разрушиться всем остальным, город изменится до неузнаваемости и, возможно, уже потеряет свой особый шарм. А мы очень этого не хотим. Для горожан крайне важно сохранить именно наш одесский колорит и атмосферу. Поэтому от всей души надеемся, что местные управленцы начнут уделять должное внимание нашей истории и архитектуре. Ведь это важно. Одесскому художественному музею присвоили статус национального. Соответствующий указ номер 541 дробь 2021 подписал президент Владимир Зеленский. Он опубликован на сайте главы государства. Напомню, что 10 сентября на пленарном заседании Верховной Рады обращение к президенту с просьбой предоставить учреждению национальный статус поддержали 319 депутатов. Теперь полное название музея – коммунальное учреждение – Одесский национальный художественный музей. Получение национального статуса позволит получить усиленное финансирование. Также музейщики рассчитывают получить новые экспозиционные площадки, что позволит показать украинцам еще больше произведений из более чем 12-тысячной коллекции музея. Сейчас 90% находятся в хранилищах из-за нехватки места в основной экспозиции. В Одессе состоялось открытие 13-й скульптуры в рамках проекта «Одесские коты». Нового пушистого обитателя прописали на улице Спиридоновской. По словам автора арт-объекта Татьяны Штыкало, прототипом данной скульптуры выступил реальный кот, который жил и работал в издательстве «Оптимум». И звали его Василий Васильевич Катющенко. Он же Василий Васильевич Котенко и он же Василий Васильевич Котов-Черноморский. Работал он в издательстве ни много ни мало и редактором, и корректором, и составителем. А история данного кота такова. Жил в издательстве кот Васька, обычной кошачьей жизнью. Мышей ловил, сытно ел, сладко спал. В общем, горя не знал. И вот однажды, работая над книгой про одесский колорит, сотрудники издательства, шутки ради, вписали в нее Василия в качестве редактора и автора предисловия. Затем разлетелась книжка по странам, а через некоторое время в редакцию позвонили из Америки и попросили соединить с автором предисловия Василием Васильевичем Катющенко, приняв того за реального человека. Вот так кот Васька получил всемирную славу. Как отмечает Татьяна, у кота в издательстве были свои определенные должности, однако она решила изобразить его в роли заместителя главного редактора, который толкает лапой стопку рукописей, намекая на то, какой бы ты ни был автор, ты все равно проходишь через когти редактора. Вот такой интересный 13-й кот из проекта «Одесские коты» Василий Катющенко, истинный редактор, комкающий когтями лист рукописи, обрел свое пристанище на ступеньках издательства на улице Спиридоновской, 9-1. Только не спрашивайте, почему 13-ю скульптуру открыли после 15-й. Просто так вышло. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелем резонансных событий, информируйте наш журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам выходных и до новых встреч в эфире. По прогнозу кидрометцентра Черного Азовского моря 15 октября в Одессе переменная облачность. Ветер восточный 4,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10,11 днем 11,13 градусов тепла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!